Ребят, в данный момент какой-то хакер выпустил видео, в котором он разоблачает игру и помогает с помощью своей программы всем выигрывать каждый раунд. Переходите на его видео, если его еще не забанили. Короче, кто успел, тот скажет спасибо. Ссылку также оставил в закрепленном комменте. Грибочек, а бабок такой молодой. Возьмем. Друзья, еще один. Вот он, красавчик. Берем. Вон, друзья, у нас красавчик такой стоит. Но он большенький. Не знаю, будет ли он нормальный. Но неплохо. Давайте смотреть. У меня есть нож. И если маленький, я сразу не смотрю. Ой, вроде он хороший. То вот такие вот мы смотрим. Отрезаем ножку. Друзья, даже такие кусочки будем убирать. Куда деваться? Так. Здесь тоже чистый. Шляпка чистая. Дербанить ее не буду разрезать, чтобы она потом не была. А бы какая. Смотрите, друзья, вот такие вот просторы. Я нахожусь на горе. Хюя пяева, корешочки мои драгоценные. Сегодня мы с вами отправились за грибочками. Вот такие места интересные. Посмотрите. Скажу сразу. С грибами дефицит в этот год. Поэтому я сегодня буду брать вообще все. Вырезать, выбирать. Ну, короче, сами понимаете. Чем дефицитнее год грибной, тем мы бережнее относимся к грибам. Больше вырезаем, больше сходим, больше смотрим. В общем, более ответственно относимся к сбору. Вот. Такие дела. Грибов. Лес такой, он уже ночи темный. Лес, ну, у нас в Карелии, как вы знаете, на северной Карелии светлые ночи летом. Вот. Когда становятся темные ночи, самолет летит, активно растут грибы. И вот и у нас уже ночи темные. Все такое. Но все равно. Грибов почему-то нет. Вот. Так что ходим, смотрим, ходим, бродим. Вот иду по склону. Я здесь и белые как-то находил. Ну, и красноголовиков много. Давайте пройдемся, посмотрим. Ёлочки красивые. Их садили школьники, их садили работники лесхозов. Очень классно. Так, вот мы дошли сейчас до места, где я всегда хожу. Кстати, друзья, будем брать сыроежки. Обязательно. Обязательно сыроежки, потому что хотя бы их пожарим. Хоть в Кляре там, хоть как-то. То есть сегодня у меня, ну, спецоперация найти, сегодня у меня спецзадание, это найти грибов. Хотя бы на пожарить. Вообще, на самом деле интересно, когда грибов мало. Такое получается суперинтересное как бы задание, что ли. Как бы, ну, более интересно все это становится. Поиски, переживания. А вдруг я не найду. Вон я, смотрите, отсюда вижу. Вон там гриб у нас стоит. Но, походу, он древний, да. Ему уже, наверное, кайка лопает. Как говорят у нас. Вот, смотрите, какой большой. Все, ему все. Еще, друзья, хочу вам сказать такую штуку. Если вам не нужны грибы, вот вы идете мимо, стоит гриб. Или вы его не знаете. Или вам они не нужны, не трогайте его. Пусть он стоит себе. О, друзья, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот так вот. О, на такой ноге. На такой ноге, друзья, большой. И давайте сразу его... Давайте сразу мы его проверим. Очерк рыжим ножку. Чистый. Это класс. Вот таких бы награть сегодня, и было бы здорово. Но они прячутся, видите как. Оп-оп. Они прячутся в лесной чаще. Вот таких грибов много. Кто вот это вот? Скажите мне, пожалуйста, как они называются? Вот они. Водичка у них такая в шляпках. Ой, ладно, ходим-бродим. Так, еще один. Так, как там? Ну-ка, наверное, ему все. Нет, проверяем. Проверяем, друзья, неужели я наберу сегодня грибов? У меня задания, мои хотят грибков. Говорят, вот, чистый. Говорят, ну хоть каких-нибудь. Каких-нибудь-то соберем. Обычно, когда я приношу домой грибы, у меня жена, но она такая, частюля, знаете, ко всему так относится. Вот, все ей надо, чтобы было идеально. Так она половину выбрасывает, понимаете? И всегда меня, ну, прикалывается надо мной по этому поводу, что, о, говорит, сейчас принесешь опять. Так, а это кто у нас? Махаучок. Махаучок, но он какой-то мягкий. Ну, какой-то мягкий, давайте смотреть. Да, поедем весь. Да, прям поедем. Я не знаю, возьму кусочек. Ну, посмотрим. Идем далее. Вот тут что-то как-то, тут как-то грибочков. Грибное место какое-то прям. Грибочков прям разных. Встречается грибочков туда-сюда. Лесовозы поехали у нас. Ладно, смотрим. Опа-на, друзья. Вот они, красавцы, стоят. Вот один старенький, и вот второй. Опа. Сейчас мы его будем разделывать. На такой ножке, смотрите. Ну и давайте смотреть, хороший он или нет. Это такого своеобраза интерактив. Так, ну черненькая ножка. Вот, к сожалению, съедим. Да, друзья, поедем. Хапуженька такие не примет. О, видите, что творится. Так, ну ладно, радует, что грибки есть. Найти можно. Правда, не очень качество, но смотрим далее. Эх, друзья, вот это вот прекрасная тема, когда... Вон он, видите, стоит красный. Вот он. Ну ладно, слушайте, попадается хоть через... Через 200 метров попадаются грибочки. Хорошо, вот он какой, смотрите. Красавелла у нас прям, такой вот здоровый прям. Ну и я имею в виду здоровый, прям здоровенький такой. Черничка тут же. О, какой, смотрите. Ой, давайте, естественно. Давайте его смотреть. Как он у нас? Друзья, чистый. Давайте ножку еще напополам. Чистый, друзья! Бинго! Класс. Идем далее. Все, грибное место, грибное место. Последуем тут. Смотри, черника какая у нас. Ух ты! Сейчас мы ее пожимаем. Крупная. Так. Что же вы грибочки? Грибочки. Кстати, друзья, вот интересная особенность. О, нифига себе! Смотрите, какой красавелла! Красавелла какой стоит, друзья! Смотрите, какой просто вот такой вот красавчик. Ого! Во какой! Ха-ха-ха-ха! Так. Давайте мы его посмотрим. Опа! Ой! Ой! Так, как это червь там жил. Но пока чистый. Так, здесь вот одна червоточина. Хапуженька разберется. Друзья, к сожалению, вот. И пошло, пошло, пошло. О, все! Опа! Все! Сохраним! Ну, есть грибы, есть! Сложно, сложно, как говорится, но можно. Класс, класс, мне это нравится. Ну, прям надо внимательно ходить, чтобы хоть что-то, хоть что-то набрать. Надо прям внимательно глазами пикать ходить тут. Идем. Кстати, я же не договорил. Я говорил про сыроежки. Говорил, что буду их собирать, и они не попадаются. А в прошлый раз приходил, одни сыроежки попадались только. Ну, сыроежки, я так понимаю, неприхотливые грибы. Вот, смотрите, у нас еще один претендент, но он какой-то такой. Какие-то грибы вот такие, вот, знаете, вот все вот. Ну, какие-то не очень красивые. Ну, попадаются, конечно. Попадаются, конечно, но... Но все равно наша задача-то какая? Нам сырье нужно... О, чистый. Нам сырье нужно для... Грибочки с картошечкой. Понимаете, вот человек же, он живет ради этих моментов сезонных. Ну, я, по крайней мере, про себя говорю. Я не говорю, что вы так живете. Вот я живу ради грибов. Ради их походов в лес. Ради вот такого. Шел мимо и заметил вон такого здоровяка. Но все равно давайте посмотрим, вдруг... Вдруг что-то он нам додаст. Какую-то полезность. Давайте посмотрим. Ведь неоднократно бывало, что... Вот такие вот... Да и что такое? Друзья, неоднократно же бывало, что вот такие вот неказистые здоровяки. Были хорошие. Ну-ка. Да, но он немножко почерневший. Ну, шляпа тоже, смотрите. Ну, возьму ее, ну, привезу. Ну, выберем чего-нибудь. Друзья... О, вон еще один. Вон еще один. Я вам расскажу, друзья, историю одну. Несколько раз бывало так, что мы приходили в лес и как-то, ну, надуманно себе придумывали, что грибов мало. Ну, и видели, может, их мало сначала. А потом, когда уходили, мы уже оставляли вот такие белочкам, ну, так сказать. Вот. А забирали... Ох! Вот, оставляли. Такие грибы оставляли белочкам. Ну, выкладывали их. Но это можно как раз оценить, как плохо, как хорошо. И брали только маленькие. Ну, это такая история есть у каждого грибника в жизни. Потому что мы же упор делаем на... Вот, хороший гриб такой вот, сухонький, но пойдет... А шляпа какая? Шляпу берем. Вот. И, ну, вот эти вот истории есть у каждого грибника, когда он делает выбор в пользу маленьких грибочков, а большие оставляет. Хотя до этого нашел большие. Ну, короче, вот такая сложная схема. Но она, тем не менее, почти у каждого работает. Как бы там, кто себя не представлял там благородным человеком... Ух, хорошо, мне нравится. Лес такой утрешний. Лес утрешний такой. Так, тут вот кто-то на снегоходе зимой ехал, деревки подламывал. Шел-шел, что-то там болтал. И такой, хопа-на! Здравствуйте, здравствуйте! Здравствуйте, наш грибочек! Естественно, проверяем, красавца. Начали есть. Хороший, друзья! Берем, берем! И да, друзья, он большой. В любое другое время грибной, я бы на него не обратил внимания. Но! Сейчас сложное время для грибов. Я имею в виду для нас, для грибников. Смотрите. Сейчас моего. Сейчас моего! О, червивый, к сожалению. Жалко. Тан-дан-дан-дан. Сожиденье. Гриблощадь. Тан-дан-тан-тан-тан-тан. Блин, камеру эту ты включай, ты выключай, ты выключай, ты выключай. Еще один здоровяк у нас. Еще один здоровяк, смотрим его! Черви. Черви. Черви прямо от и до. Вот это типа можно вырезать, да? Смотрите. А их там еще больше. Поэтому нет. Не берем мы сразу такие, даже не вырезаем. А тут у нас кто спрятался? О, это поганка. А я думал маховик. Не будем трогать. Не трогаем никогда, друзья. Никогда не трогайте неизвестные грибы. Ну, никогда не трогайте вам ненужные грибы. И никогда вообще не трогайте, даже старайтесь не подходить к неизвестным вам грибам. Вот такие вот дела. Ведь все мы же знаем, да, изучаем грибы, знаем, как с ними обращаться и так далее. Но, тем не менее, каждый год прям вот, ну, прям такие есть сообщения, что прям семьи отравляются. И уж там, тем более, ну, не дай бог, и бывает у них и фатальный исход там и так далее. Что-то, друзья, что-то, друзья, мы какое-то время прошли, километра полтора, наверное, ни одного нормального гриба не нашли. Вон, вижу, красноголовик. Сейчас будем смотреть. А так что-то сначала было хорошо, а потом что-то не очень. Ну, да ладно, будем смотреть, надеяться. Ну-ка, иди сюда. Здорово. Вот такой вот рядом маленький, но он, к сожалению, сгнил. Вот, смотрим. Ну, возьмем вот такой кусочек, что же делаешь? Ого. Прям посередине. Ну, все, очистил. Вот такой кусочек. Слушайте, неплохо, два кусочка взял с этого грибка. О, не заметил. Смотрите, сзади вот такой вот у нас старичок. Ну, все, ему уже. Ему уже, его уже не спасти. Ого, зашли в такой тенистый лес. Прям такая прохлада. Солнце встает уже, начинает жаковато быть. И вон там кто-то, кто-то красноголовый. Ого. О, друзья, это самый яркий представитель сегодняшних грибов. Он вообще суперский. Он прям вот здоровенький. Смотрите, какой. Прям вот это, вот это вот. Вот это. Вот, друзья, гриб буси. Готов он или не готов? Я так понимаю, что у нас начинается, может, чистый. Давайте она пополам. Ты-ды-ды-ды-ды-ды. Чистый, е-моё. Ну, видно, что он здоровенький. Видно, он такой хорошенький. Так. Вон еще один красавчик стоит, друзья. Потихонечку у нас начинается грибной бум. Скорее бы. Надо заготовочки делать. Вот такой красавчик. А это у нас как так? Друзья, судя по всему, этому парню не повезло. А вот это, друзья, уже показатели. Юксикаксиколми. Раз, два, три. Может быть, где-то даже и маленький есть. Но это прям, прям супер. Давайте начнем с младшенького. Привет. Сюда кладем. Давайте начнем со средненького. Продолжен вернем. О, два. И вот этот. Ого. Ну, что ж, давайте разделка. У-у-у. А такой тверденький казался. Не. Так, ну-ка, малыш. Этот чистый. Но уже ножка почерневшая такая. Теперь старшенький. Хотя бы ножка была бы. Да нет, друзья. Да и он такой вот. Сухой весь. Но я надеюсь, вот до конца. Видите, до конца сделал. Вот такую хотя бы взял. О, а тут-то почти чисто. Вот, вы говорите, вырезать. Как здесь вырезать? Ну, тут везде червячки. Вон, на одном месте. О, чистый, друзья. Ну-ка, напополам. Чистый, е-мое. И шляпа чистая. Смотрите. Класс. Заверните. И снова, друзья, у нас мастодонт. Кстати, у прошлого я вам не показывал шляпу, я взял. Потому что она большая, но хорошая. Знаете, что еще? У меня обычно жена грибы обрабатывает. И ей вот, ну, не очень нравится. Вот, тоже шляпа хорошая. И ей вот, ну, не очень нравится с такими большими возиться. Но ведь вы смотрите, сколько здесь сырья. Да, если я найду маленький, его приятно взять. Он хорошенький, грибочек, все. Ну, тут-то больше полезного, чем там. Какая разница, какого оно вида. Ну, главное, чтобы качество было хорошее. Вот так, погнали. Я вам скажу, что четыре дня назад я здесь был. Ни одного гриба не нашел. А теперь посмотрите. Теперь, друзья, посмотрите. Попадается. Ох, червячок один. Так жалко. Наверное, все хана ноги. Видать, только залезли. О, нормально, спасли. Так, ну, давайте шляпку проверяем. Здесь вот такая одна червоточина. Сейчас, опа. Ох, хороший. Берем. Так, это отлично. У нас там, по-моему, маленький красноголовичек. Ну-ка, смотрите, друзья. Да, так точно. Ну, вот, короче, вот он. Приз зрительских симпатий. Короче, еще я хочу сказать. Видать, полезли грибы потихоньку. Так что, друзья, видать, грибки полезли потихоньку. Вот такие маленькие. Сейчас пойдем мы в такое место. Я говорю, буквально Вот три дня назад, по-моему, я здесь бывал. И вообще ничего не было. А, ну как не было. Два гриба я нашел. Ну, как бы два гриба. И такие они были, такого плохого качества. Вот, и все. Смотрите, прошла жара. Прошли дожди. Оп, оп, оп. И вот уже результат виден. Давайте зайдем сейчас в лес и посмотрим. Все, конечно. Море. Сейчас. Еще такое солнце, что не очень. Видать, что даже будут грибы. Но я думаю, что каждый свой гриб найдет. Каждый свой гриб найдет, друзья. Каждому предназначен ресурс лесной. И если захочет человек, если преодолеет лень и неудобства, то возьмет гриб. Но пока ничего нет. Тогда включимся, когда будет. Прежде всего, он очень хороший. И он свежий. И он недавно только выполз. О, какой. О, дали. Так, да. Ой, нет. Нет, аножка съедена, к сожалению. Возьмем маленький кусочек. А, шляпка чистая. Какая-то, что за гриб такой? Я увидел его из тысячи. Смотрите, какой красава. Дружочки, пирожочки. Все. Все, я уверен, что у нас уже потихоньку... Значит, у нас будет с вами... О! Значит, у нас будет с вами охотничьи походы за грибами, друзья. Непременно. Идем, смотрим. Вот такая вот из сказочек елочка. Уперлись мы в болотце. И направо заворачиваем. И видим такого, не первой свежести, грибочек. Сейчас будем его осматривать. И вот, смотрите, я иду, вот случайно наткнулся. Вот он, на моем пути. Вот такой вот, смотрите, красавец. Я вот просто случайно наткнулся. Представляете, сколько их по всему лесу. Я же не могу по всем местам идти, правильно, одновременно? Вот какой. Скромняга. Ха-ха-ха. Ну, друзья, что ж, в корзине множится. Уже, наверное, почти половинка. Надеемся, сегодня наберем красиво так, чтобы в корзинке было. Попылится, чтобы показать. Тут нежданно-негаданно я маховичок заметил. Опа! Вот так там, чтобы шиться. Друзья, смотрите. Еще, что я отсюда увидел. Это просто гигант. Это просто гигант. Смотрите, какой здоровый. Он такой здоровый. Все уже. Хана ему. Это кто? О, все, хана ему. А это у нас красавчик прячется. Ой, он какой-то интересный. Друзья, он что-то с ним интересное такое. Что-то с ним. О! Смотрите, какой чудесный. Какой чудесный. Вообще. Давайте смотреть. О! Вот, смотрите, какой прям шляпа у него. Давайте напополам. Эх, блин. Эх, блин. Так, ну что-то у него тут все в одну сторону. Так, есть. Это все почернеет, блин. Ой, а к шляпке-то? Тут прям проблемы. Да, друзья, немного взял я с него. Но дело в том, что они есть, и это хорошо. Даже что такие. Так, друзья, ищем, 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 ищем. Опа-на! Вот он! Приз зрительских симпатий. Друзья, как вам? Вот у нас вот такой бывалый. Тоже тут произрастает. О! Будет смотреть. И, друзья, прям сдалека видим Красавеллу. О, там какой. О, а тут еще у нас бонус-сюрприз. Смотрите. Бонус-сюрприз. Друзья, молодые эти дерева. Сейчас увидите. Полетели. О! Много. Еще рыжие. Чернику жрут. Чернику жрут, друзья. Какой лес прикольный. И далее, как я подкрался. Друзья, молодые. Я просто, кто не знает, я охотником являюсь. Вот. Ну, таким посредством. Вот. И вот эти дерева здесь, я так их сразу раз-раз-раз заметил. И вот. О! Господи! Прямо до мной. Ну, сейчас они глупенькие, молодые. Я, как бы, по выводкам не охочусь. Вот. По выводкам не охочусь. Ну, не занимаюсь этим. Так, иду по дороге, тут дерева. Так. Все, видимо, уже все улетели. Первый раз на этой дороге. Молодые. Молодые, рыженькие все. Но много. Это радует. Ой, друзья, как долго я шел. Все-таки вот я и был вознагражден. Вот один наш красавчик. В одном месте. Я его кладу, потом разберу. А вот и второе, друзья, у нас красавчик. Молодые тетереварь. Здесь их очень много. Взлетают. Жизнь кипит. Весна. И вот грибочки. Одну волнушку нашел. Вот такой вот лучах солнца. Маховичочек. О! Он у нас прячется. Под сосенками. Если под осиновик, под осинами. А это под соснами под сосиновик получается. Опа. Вот такой сейчас будем смотреть. Ха-ха, друзья. А вот у нас, смотрите, какое красавелло. Смотрите, какое красавелло у нас тут. Вообще красавчик, правда? Друзья, а вот у нас вот там вот, в таком беломушнике, неужели белый? Да не уж-то белый. Но я уже смотрю, что пожухлый. Но это, по-моему, белый гриб. Если это белый гриб, то это вообще... Это вообще... Да, друзья, это белый беляк. Смотрите. Ой, измазался. Фу, это беляк. Так. Значит, надо искать беляки. Искать беляки, посмотрите. Ладно, пойдем пройдемся. И сразу, друзья, после белого вот такой, я уже тоже чуть с ним отскрикнул, думал, белый. Но нет, это вот не белый, это... Ну, это все. Все, такой. Обычно красноголовик. Идем далее. Такой вот лес, смотрите, беломошный. Сейчас пройдем, посмотрим, что мы здесь увидим. Интересно. Места, конечно, шикарные. Такие вот каменюки. Но с грибами тут какие-то проблемы. Даже поганков нету. Но видите, это же у нас беломошник получается. Вот. Ну и тут, собственно говоря, наверное, свои... Своя эко... Эта система. Ой. Так. Ладно, двигаемся. Может, найдем что-то. Ну, белый, видели ли? Видели же большой? Видели. Что-то мне подсказывает. Вот там опять у нас гриб. Но это не белый ни в коем случае. Это вот большой у нас красноголовик. А так бы хотелось бы найти белый. Ну, я не очень люблю белые грибы. Просто... Да. Просто хочется это сделать. Я люблю их искать. И собирать. Кополоха квохочет. Опа. Сколько их много. Вот я, друзья, этого и боялся, что моя... Моя грибная вылазка превратится... В... Замира... Как в страдание от того, что я сейчас не на охоте. Ну, ладно. Это сейчас не то. Какая-то тропинка. Идем по ней. Тропинка вот такая. Медведевый муравейник. Драконий зуб. Ядовитый гриб. Если не знаете, вот вообще его не трогайте. Идем дальше, смотрим, что тут вообще происходит. А это, друзья, у нас, смотрите, маховичочек такой прям... Ух! Серьезный. Класс. Сейчас обработаем и возьмем. Ну что ж, корешочки мои драгоценные. Как говорится, не густо, но и не пусто. Собрали немного. Смотрите. Вот. Собрали вот столько. Я вырезал. Вот как мог. Ну, это, наверное, две трети корзины мы собрали. Так что, друзья, ходите за грибами, ходите в лес, кайфуйте. Здоровья вам, ручки в ножки и туда трошки. Не ставьте лайки, не подписывайтесь. Ребята, хочу показать прикольную штуку. Это не реклама, так что не отключайтесь. В общем, один айтишник взломал онлайн игру. И я со своими друзьями уже неделю вытаскиваем оттуда бабки через специальную программу. Решил поделиться и с вами, так как неизвестно, сколько это еще проживет. Думаю, недолго, поэтому поторопитесь. Ролик оставлю вот в этом квадрате. Нажимайте прямо сюда и начинайте зарабатывать лавешку прямо сейчас. Кликайте на ролик прямо сейчас. Всем спасибо, всем пока.